Приветствую вас, вы знаете, я думаю, что с одной стороны, здесь конечно вопрос больше сексологический, вот тому как, у вашего мужчины, который, кстати, достаточно уже в роде, есть свои сексуальные предпочтения и свои сексуальные подороны. И, в общем-то, есть некоторые особенности вашего взаимодействия, в частности, легкие наркотики, которые тоже вполне могут как-то влиять на поведение вашего мужчины и на вас обслуживание. Смотрите, если то, что происходит сейчас, между вами было изначально, да, то не очень понятно и почему вам не приятно. То есть, ну, у мужчины вот такой настрой, у мужчины такой, такая вот есть особенность и там, как бы, вопрос заключается в том, хочет ли он что-то с этим делать, а делает ли он с этим что-то или нет. Потому что, если, например, он ничего не меняет, если, например, он не хочет ничего менять, то вряд ли здесь вы ему поможете и вряд ли кто-либо вообще ему поможет. Но, с другой стороны, этот человек, и он такой, и вам, наверное, для того, чтобы выстраивать с ним отношения, нужно его принять. принять его именно таким, как он есть. А если вам неприятно, если вы стараетесь ему что-то запрещать, то это уже говорит о том, что вас задевает то, что он делает. что, в свою очередь, свидетельствует о том, что вы не совсем, да, не совсем и не до конца, вероятно, в том, в себе уверены. И, как бы, проблема, она, в этом, скорее, вот, понимаете. То есть, в начале нужно посмотреть, что именно важное дело, а это проработать это, чтобы вы смогли адекватно отценивать то, что происходит. Ну, медвами, или с вами, вот, и уже, потом дальше, дальше уже можно будет о чем-то говорить. То есть, может, в принципе, хорошо помочь совместная, групповая работа по данным вопросам. То есть, нет, обсуждать вас никто не будет, вы не переживаете. Из-за приема наркотиков, из-за, по-моему, никто не будет осуждаться. Вау. Дело здесь просто в том, что ваши сексуальные предпочтения и сексуальные набравления, она равна. И значение секса для каждого из вас. Вероятно, что уже радует. И вот, подобные различия, являются нормальными, нормальными. Судя, потому что я ведь не учитывался. И это проблема. Я думал, вот, после выпечки, что, может, в последний год у нас появилась проблема, что без наркотиков секса не бывает. То есть, как бы, ну, есть, вот, есть зависимость секса, сексуального поведения от наркотиков. Если бывает только после долгих уговоров и ссор, что секса нет, ну, вот, ссоры, это свидетельство страха перед близостью. То есть, вы боитесь сближения эмоционального. Боитесь слабости, какую-то вероятность, вероятность. То есть, вот, всё это имеет, к сожалению, значение. И, значение довольно старое. Что делать в этой ситуации? Работа, в первую очередь, тем, что вам неприятно. Вот. Я так понял, понял, что раньше было хорошо, что раньше у вас всё устраивало, теперь перестало. С вашей стороны. Вот. Ну, что-то изменилось. Нажим. Здесь вам нужен не совет, а именно работа. Психологическая работа. Тогда уже. Мой не будет о чем-то говорить. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Сélior. ωщик. Подписывайся. Продолжение следует...